МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости о самых важных событиях к этому часу. Жильцы пятиаварийных домов перейдут в комфортные квартиры. Ускорить сроки расселения удалось благодаря содействию губернатора. Новые перспективы для социальной сферы. Какие идеи разработаны участниками проектной сессии? Танцевальный марафон. На стартах сезона танцоры-эврики завоевали 8 призовых мест. Жильцы пятиаварийных домов скоро переедут в комфортные квартиры. Ускорить сроки расселения деревяшек удалось благодаря содействию губернатора округа. Городу выделена субсидия из окружного бюджета. На эти средства муниципалитет выкупит аварийные помещения. Расселят дома, находящиеся по адресам Дружбы народов 62 и 80, Пионерская 17, Новая 14 и Новоселов 29. Их, по нашему мнению, расселять уже нужно именно сегодня, сейчас, потому что состояние, конечно, их внушает очень такую серьезную тревогу. То будет применяться следующая схема. У собственников мы будем выкупать аварийные жилые помещения, будем им предоставлять выкупную, перечислять выкупную цену, давать им возможность приобрести жилье капитальное по их усмотрению. Это могут быть новостройки, это может быть вторичный рынок. Нанимателям мы будем покупать жилье также на вторичном рынке. Уже сегодня с жителями этих домов встретится глава города Александр Подорога. Встреча пройдет в 4-й школе в 19 часов. Жилье в городе строится, продолжается плановое переселение из веткового и аварийного фонда. Сейчас завершается заселение семиэтажки на 70 лет октября. Введены в эксплуатацию еще два дома на школьной и строителей. Сейчас идет подготовка необходимой документации для передачи квартир муниципалитету. Дмитрий Кабулкин стал одним из наставников проекта «Лидеры России». Всероссийский конкурс управленцев объявила комиссия при президенте. Участники пройдут несколько этапов – онлайн-тестирование, очный этап, полуфиналы в восьми федеральных округах. Для финалистов конкурса, их будет не более 300 человек, предусмотрен солидный бонус – 1 миллион рублей на реализацию персональной программы обучения. Победители смогут получить в качестве наставников наиболее опытных управленцев страны. В составе глава администрации президента, зампредседателя правительства, члены Кабмина и семь глав регионов, среди которых губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Ямал – один из лучших регионов России по низкому уровню безработицы. В Арктическом регионе успешно реализуется программа о содействии занятости населения. В Муравленко сегодня свободно 400 вакансий. Нужны рабочие и специалисты в строительной и транспортной сферах образования и здравоохранения. Официально безработными признаны 150 человек. За содействием в поиске подходящей работы в службу занятости с начала года обратилось 1190 человек. При содействии службы занятости трудоустроено 697, в том числе 146 человек на постоянное рабочее место. В мониторинге по высвобождению граждан находится 15 организаций и учреждений города. К высвобождению намечено 116 человек. Ознакомиться с вакансиями можно на всероссийских порталах «Труд всем» и «Работа Янау.ру». В городе завершилась трехдневная проектная сессия специалистов социальной сферы. Участники разработали идеи нескольких проектов. Подробности у Эрнеста Бавшина. Участников проектной сессии разбили на 8 фокусных групп. Задача – разработать проект по решению различных проблем в социальной сфере. В группах представители разных учреждений. И это сделано специально. Одна из целей – научиться взаимодействию. Знаете, то, что удалось встряхнуть, это вот прям в точку абсолютно. На 100% вот такой эффект он есть. То есть то, что удалось активизировать, то, что удалось заставить задуматься вообще. И говорили мы на самом деле не о поверхностных каких-то вещах, а говорили о смыслах, говорили о глубинном содержании, понимании того, что мы делаем, а главное – для кого. Например, группа «Формула здоровья» обсуждает, как побудить школьников в двигательной активности. Как раз не заставить, а повлиять на их сознание с точки зрения их понимания необходимости больше двигаться. Мы думаем, что повысив двигательную активность в школьной среде, мы тем самым в конечном итоге получим и улучшение общества в целом, в недалеком будущем. А в группе «Библиовид» решают другую немаловажную задачу – как сделать муравленковцев самыми читающими. Для этого разработчики предлагают организовать в городе литературный сезон и объединить усилия не только центральной, но и школьных библиотек. Подойти к литературе, к чтению с совершенно новым видением и применять все эти тренды, которые сейчас у нас есть в стране, в мире. Например, у нас появилась идея проведения литературных рэп-баттлов, которые можно было бы проводить, исходя из творчества, например, Маяковского и Есенина. Эта фокус-группа думает, как исполнить поручение президента по увеличению средней продолжительности жизни россиян до 76 лет. По их мнению, начинать нужно с себя, бросить вредные привычки и начать заниматься спортом. Основное нашего проекта в том, чтобы были созданы несколько групп реальных людей, желающих начать с себя. Это первое, желающих поправить свое здоровье. Но уже на тот момент, когда мы начнем работать с этим проектом у нас на уровне муниципалитета, уже понимающих, что им нужно что-то с собой делать. И те люди, которые уже замотивированы на то, чтобы изменить, образно говоря, свой образ жизни. Как объединить жителей одного двора, чтобы они вместе участвовали в мероприятиях, решает в группе «Молодежка». Их проект так и называется «Фестиваль дворов». Люди в ходе этого фестиваля, они будут задействованы сами. Мы им будем помогать, но основными организаторами будут являться они сами. Они познакомятся, они какие-то сделают совместные мероприятия. И в дальнейшем это позволит им решать какие-то совместные проблемы во дворе, на своей территории по месту проживания вместе. И разработчики попали в точку. Идея проекта «Объединение соседей» перекликается с главными постулатами реализуемого в стране проекта «Комфортная городская среда» в части непосредственного соучастия горожан в благоустройстве дворовой территории. Федеральные деньги и объединение жителей в ТОСы – это все то, что нам предстоит сделать. И вы здесь со своим фестивалем, конечно же, сумасшедшая помощь нашей деятельности. Каждая идея имеет право на реализацию. Авторам предстоит доработать проекты и представить их на рассмотрение городского штаба по проектированию. Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Голосование за лучшего участкового продолжается. Капитан полиции Михаил Тупицын набрал более полутора тысяч голосов и занимает лидирующие позиции. С участковым, у которого есть все шансы стать народным, встретилась наш корреспондент Татьяна Бойко. Участкового редко можно застать в кабинете. Большую часть времени он проводит на ногах. Вот и сейчас Михаил отправляется на веренный ему участок. Его зона ответственности – центр города. На обслуживаемой им территории не только жилые дома, но и магазины, учреждения и организации. Поэтому он должен владеть информацией не только о людях, но и буквально о каждом строении, находящемся на участке. Семейные скандалы, нарушения тишины, разногласия между соседями, выяснить, кто прав и сделать так, чтобы восторжествовала справедливость – одна из его главных задач. А еще огромное внимание он уделяет профилактике краж и бытового насилия. За полгода службе Муравленко он побывал почти в каждой семье, проживающей в зоне обслуживания первого административного участка. Благодаря своему профессионализму он умеет найти подход буквально каждому жителю. Когда участковый посещает дома, это не означает, что связано это с плохими какими-то чувствами и эмоциями. Во-первых, прежде всего участковый должен выяснить, какая атмосфера в семье и возможно ли там совершение дальнейших преступлений или какие-то еще правонарушения. В полиции Михаил Тупицын служит почти 10 лет. Пять лет работал участковым в Краснодарском крае в городе Ейск. После служил в дежурной части. В 2017-м по приглашению своего бывшего руководителя, ныне начальника участковых уполномоченных Руслана Хасанова, приехал в Муравленко. Работая там, он также себя зарекомендовал как грамотный профессиональный сотрудник, в связи с чем он выступал у нас от города Ейска, Ейского района Краснодарского края, выступал на краевых соревнованиях как лучший по профессии, именно по профессии участкового. Он занял у нас первое место по Краснодарскому краю. Ответственный, исполнительный, настоящий профессионал своего дела. Он сразу же завоевал доверие коллектива, а судя по онлайн-голосованию и доверие многих жителей города, он уже набрал почти полторы тысячи голосов. У Михаила есть все шансы победить во втором этапе конкурса и бороться за звание народной участковой на всероссийском уровне. Ему нужна наша поддержка. Проголосовать можно на сайте УВД Ямал-Ненецкого округа, авторизировавшись в самых популярных социальных сетях. Натя Найбулка, Сергей Шалафан, Новости Муравленко. Юные воспитанники клуба «Эврика» вернулись из Нового Оренгоя. Там проходил турнир по танцевальному спорту старты сезона 2017. Пара демонстрировали мастерство в бальных танцах европейской и латиноамериканской программ, чье выступление покорило жюри, знает Оксана Шосток. Быть в числе лучших на турнирах и соревнованиях стало для юных спортсменов хорошей привычкой. Даже сейчас в родном зале они не забывают про экспрессию, внешний вид и технику. Выкладываясь на тренировках, они целенаправленно идут к цели победить. Сделать это на стартах сезона казалось непросто. Была серьезная конкуренция. Родоначальником танцевального спорта на Ямале вообще является город Новый Оренгой. Достаточно серьезная команда. Мы с ними постоянно конкурируем. Конкуренция всегда идет только на пользу. Ребята стремятся стать лучше. Соответственно и результаты растут. С первого в этом году танцевального марафона они привезли массу впечатлений и, конечно же, медалей. В этом году было представлено свыше 200 участников. Наш клуб представляли 4 пары и 2 девочки соло. В итоге 8 призовых мест. 4 первых, 3 вторых и 2 третьих. Счастливые обладатели золота. 10-летний Максим Амбросий и Ирина Литвинова. В паре они танцуют 3 года и на соревнованиях не новички. Значит, что ты хороший танцор. И ты должен убиваться лучше. И должен хорошо танцевать. Первое место, что старание напрасно, что мы не зря трудились и победили сильными парами. Результатами нового творческого сезона юные танцоры и их тренеры Павел и Ирина Шулешко довольны. Но это не повод для отдыха. Буквально на этих выходных вновь соревнования и борьба за звание лучших на паркете. Оксана Шосток, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Подписная кампания на газету «Наш город» продолжается. Еженедельник знакомит читателей с актуальными темами городской жизни. На страницах газеты каждый найдет ответ на свой вопрос. Герои многих публикаций – это муравленковцы. Журналисты издания рассказывают о достижениях, талантах и творчестве. Читатели могут стать героями рубрик «Бессмертный полк» и «Любимое блюдо». Оформить подписку на газету «Наш город» можно по двум адресам – улица Муравленко 8А и 70 лет Октября 3. Есть возможность подписаться и на рабочем месте, пригласив наших специалистов по телефону 48 080. Подписка доступна и в социальных сетях. Достаточно просто оставить сообщение в пабликах «Муравленко 24» ВКонтакте и Фейсбуке. В городе продолжается окружное первенство по волейболу. Игры проходят в центре спорта «Муравленко». В состязаниях участвуют пять ямальских сборных, открыли соревнования торжественным парадом. Важнейшей задачей правительства нашего арктического региона и лично губернатора Дмитрия Николаевича Кобылкина является развитие спорта. Ведь спорт – это великое дело, которое помогает формировать личность человека, формировать здоровое общество. Несомненно, волейбол – это командная игра. Это причем друга, это помощь, это самоотдача, это яркое произведение своих эмоций, но на спортивной площадке. Уважаемые друзья, я желаю вам, прежде всего, конечно, провести ваши игры без травм. И хочу сказать, что победит, несомненно, сильнейший. Для спортсменов из «Муравленко» и «Губкинского» первый день игр завершился проигрышем. А вот команды «Ноябрьска», «Пуровского района» и «Нового Рингоя» отыграли сеты в полную силу и оторвались от своих соперников в счете. Так, ноябряне и «Нового Рингоя» сборная с одинаковым счетом 3-0 обошли волейболистов «Муравленко». Спортсмены «Губкинского» уступили победу «Пуровчанам», причем в сухую счет встречи 3-0 в пользу волейболистов «Пуровского района». У нас была не особо сложная игра сегодня. Получилось довольно хорошо сыграть, но завтра предстоит сложная. Мы допустили пару ошибок. Я думаю, для нас эта игра не показала результат. Мы просто подавали подачу и все. Эти игры – дебют для муравленковских волейболистов. Команда тренируется меньше года, но на поле ребята выкладываются по полной. Игры продолжаются. Закрытие состоится 14 октября. К этому часу все новости. Больше подробностей уже в 18.30. Продолжение следует.